Ситуацию на Донбассе обсуждал сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем. В следующий год министры договорились начать совместные поездки на Донбасс. Помнят о войне на Донбассе и в Вашингтоне. На этой неделе американцы официально подтвердили свою готовность поставлять Украине летальное оружие. Эта новость сразу же обросла рядом мифов. Развенчать их готов Дмитрий Анопченко. Он детально разобрался, что же нам будут поставлять американцы и на каких условиях. В этой истории с летальным оружием для Украины есть свои за и свои против. Свои тонкости и подводные камни. Здесь, в Вашингтоне, я разбирался, что означает решение американских властей. И могу уже сейчас ответить на главные вопросы и опровергнуть мифы. Миф первый. Соединенные Штаты дают оружие Украине. В Госдепе нам четко пояснили, это неблаготворительность. Речь идет лишь о том, что американские власти выдали так называемую экспортную лицензию. По сути, разрешили американскому производителю, крупной компании из Теннесси, продавать Украине винтовки, патроны и комплектующие. Возможность прямых поставок за счет гранта американского правительства по-прежнему рассматривают, но решение об этом еще не принято. Но о том, что все пропало, говорить тоже не стоит. Чиновники и военные, с которыми я буквально сейчас неофициально говорил, в том числе и здесь, в Пентагоне, в один голос уверяют. Главное, дать старт. Для Америки важен прецедент. Миф второй. Мол, винтовки, конечно, дали, но более серьезных вооружений, тех же Джевелинов, Украине не видать. Американские чиновники убеждены. Решение об этой первой поставке принималось не только дипломатами. Дескать, добро дал лично президент. И та же Канада не стала бы одобрять выделение летального оружия Киеву, если бы не была уверена Вашингтон такого же мнения. Когда и что именно получит Украина, вопрос отдельный, но после того, как на фронт направят американские снайперки М-107, отката назад уже не будет. Миф третий. Мол, в команде Трампа идет борьба голубей ястребов. Тех, кто за выделение Украине летального оружия, и тех, кто против. Споров внутри команды сейчас, по сути, нет. За однозначно высказались и Пентагон, и Госдепартамент, и Совет национальной безопасности США, и ключевые чиновники Белого дома, и советники Трампа. Осторожен только сам президент. Не хочет лишнего шума. Ведь даже об этом, казалось бы, историческом разрешении на продажу винтовок, которое, оказывается, еще 17 декабря было принято, страна узнала вовсе не от чиновников. А из сенсационной статьи Вашингтон-Пост. Белый дом не хотел бы портить отношения с Россией, но это вовсе не означает, что в команде президента идет подковерная борьба. У меня была возможность коротко переговорить со вторым человеком в Пентагоне после генерала Мэттиса, заместителем министра обороны США Патриком Шенноном. Так вот, мистер Шеннон сказал мне, позиция единая. Военное ведомство, и он лично, всецело поддерживает решение Госдепа. Миф четвертый, который и тут в Штатах весьма распространен. Мол, после того, как Украина получит вооружение, на Донбассе все только усложнится. Этой риторики и Кремль придерживается. Я переговорил с несколькими ведущими военными аналитиками. Так вот, их прогноз. Каждый новый контракт, каждая новая поставка будут лишь увеличивать возможную цену для России, если она решится на обострение. А значит, это снижает риск новых атак. Оружейные контракты метод сдерживания, а не эскалации, говорят здесь. Ну и миф пятый. Мол, это капля в море. Многие подробности экспортного контракта ни Украина, ни США не хотели бы разглашать. Из того, что известно, документ полностью готов, разрешение Госдепа было заключительным этапом. Первая партия снайперских винтовок уже на складе ждет отправки. В целом сумма контракта 41,5 миллион долларов. За эти деньги купят не только снайперки, запчасти и патроны, но и другие легкие вооружения. Простая рифметика показывает цена одной такой винтовки от 12 до 15 тысяч долларов. Ну а значит, за этот бюджет страна могла бы несколько тысяч винтовок приобрести. Со временем явно появятся новые мифы, но самое главное, что решение, о котором столько говорили, принято. И что это не миф. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И вот только что стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тилерсоном. Обсудили обострение ситуации на Донбассе и выход российских офицеров из совместного центра по контролю и координации. Также сверили позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе. Напомню, размещение миротворцев на востоке нашей страны – одна из главных задач для западных и для украинских дипломатов.